Меньше месяца осталось до празднования юбилея в селе Вознесенска. На какой стадии подготовительной работы вы узнаете из нашего следующего сюжета. Вознесенское и сельское поселение с рабочей поездкой выехали Людмила Бессмертных, заместитель главы Амурского района, Михаил Иголкин, начальник отдела культуры и искусства Амурского муниципального района и представители СМИ. Как идет подготовка к празднику и над чем еще предстоит поработать, говорилось в ходе рабочей встречи. Сразу скажу, идем вот-вот, можно сказать, с колес впритык к тем мероприятиям, которые запланированы. То есть какие-то у нас уже работы выполнены по Дому культуры, значит, выполнено остекление пластиковое, нижний этаж или второй этаж, где мы не смогли на свои собственные средства поставить. Тамбур сделанный по Дому культуры. Что еще предстоит сделать из основных больших таких работ? Это крыльцо, капитальный ремонт, его реставрация. Потом фасад, плитку. Уже определились, какая будет такого цвета. Затем у нас внутренние работы, фойе, помещение, сцена, одежда сцены. Значит, планируем освещение и что-то там, по-моему, с озвучкой. Это скажет Нина Кадина. Значит, подрядчик определился, ведет запуск материала, знает, что нужно оперативно работать, согласен на это, сказал, что основные работы они должны будут выполнены. Я считаю, основным работам, если мы не успеем, не будем успевать, это надо фельсо сделать, фасад надо сделать, сцену надо сделать, ну и ремонт фойе из этих зала. Это по Дому культуры. Ну, соответственно, площадь, мы ее развезли. Развезли мы ее, несмотря на то, что справимся мы и справимся, мы будем стараться справиться с теми заданиями. Бордерный камень уже установлен. Буквально всю неделю, прошлую, я и сам лежал в Хабаровск, мы нашли плиту 50 на 50 и 5 сантиметров толщиной. Хорошая, мощная плита, серая, с рисунком, шагрень. Вот. Если мы ее закупим, у нас получается порядка 670-680 тысяч рублей. И будем ее уложить на песок. Работы тоже много, ее даже если оттуда доставить, это 140 тонн. Представляете, какой. Вроде как бы деньги есть, вот. Сейчас мы заплатим бригаде, которая устанавливала бордерный камень, но надо заплатить той бригаде, которая будет эту плиту укладывать. Если у нас это все получится, это не то, что в дню села, это будет на много лет вперед хорошая, красивая площадь наша сельская. Из остальных работ работаем и по благоустройству, около подъезда, в городе цепочки, клумбы, делают центральную часть. Вы проехали так, не по центральной, а по берегу проехали? Да. Мы немного тогда сделали, мы нанимали от администрации, Иван Васильевич поставлял нам вот эти карандаши со шпонного завода. Это нормально, всем нравится, между прочим. Конечно, сверху бы еще покрыть олифой на долговечке. Говорили, куда-то его ведет, поведет. Нет, все нормально. Мы еще так с проволокой, все так качественно сделали. Это центральную часть брали для того, чтобы сделать одинаково. В последнее время объемы финансирования на капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений увеличиваются. Так, в средней школе села, а также в детском саду были установлены пластиковые окна, новые скатные крыши. В школе сделают новое крыльцо по госпрограмме «Общедоступная среда». В ожидании гостей и большого праздника администрация поселка и жители Вознесенского делают все возможное. 150-летие – это не только новое строительство и ремонт объектов, это еще и чествование жителей, различные культурные и массовые мероприятия.